Мне нелегко писать это по причинам, которые скоро станут ясны, но я осознаю, что пора объясниться по столь токсичной теме. Эта работа не имеет целью сделать атмосферу вокруг этого вопроса еще более ядовитой. Для тех, кто не знает, в прошлом декабре я поддержала в щебеталке Майю Форстейтер, работницу налоговой сферы, потерявшую место из-за публикации трансофобских, по мнению работодателя, утверждений. Она подала иск в трудовой трибунал, где попросила судью вынести суждение о том, защищено ли законодательно философское убеждение, что пол определяется биофизическими параметрами. Судья Тейлер вынес вердикт. Не защищено. Мой интерес к трансгендерной теме появился почти за два года до случая с Майей. Все это время я пристально следила за публичным обсуждением предмета половой принадлежности. Я встречалась с транслюдьми, читала попадавшиеся мне книги, сетевые дневники и статьи за авторством трансгендеров, межполовых людей, гермафродитов, специалистов по половой принадлежности, психологов, экспертов по обеспечению общественного здоровья, соцработников, врачей. Я наблюдала за дискуссией в инфосети и в печатной прессе. С одной стороны, мой интерес к этой теме эст профессиональный, поскольку я сейчас пишу детектив, происходящий в современной эпохе. И моя вымышленная следовательница находится в том возрасте, в котором эти вопросы интересны и актуальны. Но, с другой стороны, интерес мой эст также глубоко личный, о чем сейчас и расскажу. На протяжении всего того времени, что я самообразовывалась по данной теме, в текущей ленте моей щебеталки кипели обвинения и угрозы от трансактивистов. Первый такой случай произошел после отметки «Нравится». Когда я заинтересовалась темой половой принадлежности и трансгендерных проблем, я начала делать экранные снимки интересных комментариев в качестве закладок, к которым можно вернуться позже для изучения. Однажды я по рассеянности поставила «Нравится» вместо того, чтобы снять слепок с экрана. На основе одной этой отметки люди вынесли суждение о порочности моих взглядов, и началось фоновое, но непрекращающееся давление. Через несколько месяцев я отяготила тот мой случайный проступок с отметкой тем, что подписалась следить за твиттер-публикациями Магдалены Бёрнс, потрясающе храброй молодой феминистки и лесбийки, умиравшей от злокачественной опухоли мозга. Я стала ее подписчицей потому, что хотела выйти на прямой контакт с ней, что и произошло. Однако, поскольку Магдалена твердо верила в биофизическую концепцию пола и не считала, что девушки-гомосексуалистки заслуживают клейма «зашоренный приверженец» за то, что отказываются от свиданий с транс-женщинами, сохранившими пенис. Из-за такой позиции Магдалены транс-активисты домыслили что-то и относительно меня, и фоновое давление в моих соцсетях превратилось в более интенсивные нападки. Все это вступление я сделала, что только чтобы вы поняли. Когда я поддержала Майю, я прекрасно осознавала, что произойдет. Я была готова взять перерыв от щебеталки, мой, наверное, уже четвертый или пятый. Я ожидала угроз физической расправы. Я ожидала, что меня обвинят в том, что я в буквальном смысле убиваю транс-людей своей ненавистью. Ожидала, что меня обзовут стервой и П.З.Д. И, разумеется, ожидала призывов к сожжению моих книг. Хотя один особо грубый мужчина сказал мне, что он их свалил в компостную яму. Но вот чего я не ожидала вследствие моего ухода из щебеталки, так это лавины писем бумажных и электронных, пролившиеся на меня волной позитива, благодарности и поддержки в подавляющей массе своей. Письма присылали люди из разных социальных прослоек. Люди добрые, сочувственные и умные. Некоторые из них работают в сферах решения проблем потери полового самоопознания. Некоторые работают с трансгендерными людьми. Все они глубоко озабочены тем влиянием, которое некая система убеждений оказывает на политику, медицину и общественную стабильность. Они обеспокоены потенциальной опасностью такой пропаганды для молодежи, для гомосексуальных юношей и девушек. Они обеспокоены размыванием прав женщин и девочек. И более всего, мои респонденты обеспокоены атмосферой страха, которая не приносит никому пользы, а может только повредить, и особенно повредить транс-молодежь. Я брала перерыв от щебеталки на много месяцев, и до того, как поддержала Майю, и после, потому что чувствовала, насколько все это подрывает мое душевное здоровье. Я вернулась только потому, что хотела поделиться бесплатной книгой для детей во время мировой эпидемии. Немедленно активисты, несомненно полагающие себя благонравными, добрыми и развитыми людьми, снова налетели на меня в моей текущей ленте, сочтя себя вправе цензурировать мою речь, обвинять меня в ненависти, обзывать меня женоненавистническими ругательствами, среди которых первое, как хорошо знает каждая женщина, вовлеченная в данную дискуссию «эст тирф». Если вы не слыхали, что простительно, тирф – эст акроним, сокращение, читаемое как слитное слово, а не по буквам, придуманный транс-активистами, который расшифровывается как транс-исключающая радикальная феминистка. На деле сейчас этим словом обзывают огромную и разнообразную выборку женщин, из которых подавляющее большинство никогда не были радикальными феминистками. Вот вам только два примера из широчайшего диапазона тех, кого называют тирфами. «Мать гомосексуального подростка, боящаяся, что ее ребенок захочет сменить пол из-за издевательств над ним, как над гомосексуалистом». Или пожилая женщина доселе отнюдь не феминистка, которая поклялась никогда больше не ходить в универмаг Маркс и Спенсер из-за того, что они стали пускать в женские примерочные любого мужчину, который скажет, что он опознает себя как женщину. Что иронично, настоящие радикальные феминистки не суть транс-исключающая. Они вбирают в ряды своего движения трансгендерных мужчин, потому что те родились женщинами. Но потенциальных обвинений в радикальном феминизме и зашоренности оказалось достаточно, чтобы запугать людей в общественных институтах и организациях, которыми я когда-то восхищалась. Многие уступили под напором грамотно продуманных инфоатак. «Они назовут нас трансофобами! Они скажут, что мы ненавидим транссексуалов!» А дальше что? Вы боитесь, что они назовут вас блохоносами? Я, Есим, природная женщина. И с этой точки зрения могу сказать, что многим властьимущим надо бы отрастить парочку. Что, несомненно, возможно, если следовать логике тех, кто приводит особенности полового развития рыб-клоунов в качестве аргумента в пользу теории, что человек не является двуморфным биовидом. «Так зачем мне все это? С чего это я разговариваю?» Могла бы ведь тихонько заниматься своими изысканиями по этой теме и не поднимать буджу. «Ха! У меня есть целых пять причин обеспокоиться новым трансдвижением и его пропагандой. Пять причин, по которым я почувствовала необходимость публично высказаться по этому вопросу. Во-первых, я заведую благотворительной организацией, ставящей целью облегчения социальной обездоленности в Шотландии. Прежде всего, для женщин и детей. Среди прочего, моя организация поддерживает общественные инициативы для женщин-заключенных и для жертв домашнего и сексуального насилия. Я также финансирую медицинские исследования в области борьбы с рассеянным склерозом, болезнью, проявляющейся совершенно по-разному у мужчин и женщин. Некоторое время назад мне стало ясно, что новоявленное трансдвижение оказывает или окажет, если все их требования удовлетворить. Значительное влияние на многие гражданские инициативы, поддерживаемые мной. Ибо это движение ставит своей задачей размыть законодательное определение понятия пол и заменить его понятием род, гендер. Вторая причина заключается в том, что я есмь бывшая учительница, а также основательница детского благотворительного фонда. Отсюда мой интерес к образованию и защите детей. Как и многие другие, я глубоко обеспокоена тем влиянием, которое движение за права транслюдей оказывает на вышеуказанные области. В-третьих, поскольку мои книги запрещены во многих странах, мне небезразлична тема свободы слова, за которую я публично вступалась, вплоть до спора с Дональдом Трампом. На четвертом пункте моя озабоченность начинает приобретать глубоко личный характер. У меня вызывает обеспокоенность стремительный рост числа молодых женщин, желающих сменить пол, а также растущее число тех, кто обращает свой переход, возвращается к своему изначальному полу. Многие из возвращенцев выражают сожаление о предпринятых шагах. Девушки жалеют о том, что их тела, в некоторых случаях, бесповоротно изменились, жалеют о том, что потеряли способность к зачатию детей. Некоторые говорят, что решили сменить пол по осознании своей гомосексуальности, однополого влечения. Говорят, что отчасти на смену пола их толкнула гомофобия в семье, либо в обществе в широком смысле. Большинству людей, как и мне, до тех пор, пока я не стала основательно заниматься этой темой, наверное, неизвестен тот факт, что 10 лет назад большинством желающих сменить пол были мужчины. Теперь наоборот. В Великобритании количество девушек, направленных на подготовку к перемене пола, выросло на 4400%. Девушки, страдающие аутизмом, составляют огромный процент от общего числа. То же явление наблюдается и в США. В 2018 году американская женщина-врач и исследовательница Лиса Литман вознамерилась изучить его. Позже, в журналистском обзоре, она сказала, Многие родители заметили в инфосети очень необычный устойчивый образец трансгендерного самоопределения. Целые группы друзей вдруг начинали себя опознавать как трансгендерные. Было бы небрежностью с моей стороны не учитывать социальной среды и влияние друг на друга представителей одной и той же возрастной группы. Литман привела такие платформы, как Tumblr, Reddit, Instagram и ТыТуба в качестве рассадников ВПР внезапного полового разочарования. По ее мнению, в таких местах молодежь тяготеющая к транс-идеологии создает особо замкнутые инфопространства только для своих. Публикация американской исследовательницы произвела фурор. Ее обвинили в предвзятости и в распространении дезинформации о трансгендерах. Засыпали оскорблениями. Провели целенаправленную кампанию по обесчестиванию ее личности и ее трудов. Научный альманах, в котором была опубликована работа Литман, изъял документ из всеобщего доступа и заново отредактировал его перед повторной публикацией. Карьерным перспективам Литман был нанесен такой же урон, что и карьере Майи Форстейтер. Лиса Литман осмелилась подвергнуть сомнению один из основополагающих догматов трансгендерского движения, а именно, что истинная половая принадлежность присутствует у каждого человека с рождения, равно как и сексуальная ориентация. Насильно, по утверждениям транс-активистов, никого невозможно склонить к перемене пола. Многие активисты транс-движения приводят и такой аргумент, что, дескать, если не дать подростку с расстройством полового самоопределения сменить пол, то он покончит с собой. После своего ухода из гендерной клиники Тагисток британский психиатр Маркус Эванс опубликовал статью, где он объясняет причины своей отставки. Также он пишет, что заявления о том, что дети, которым не дали сменить пол, проявляют склонность к самоубийству, таковые заявления не подтверждаются сколько-нибудь основательными научными данными в этой области. Не подтверждаются они и случаями из моей личной практики за несколько десятков лет работы психотерапевтом. Как-то я наткнулась на публикации группы молодых транс-мужчин, то есть бывших женщин, в которых прослеживалась необычайная чуткость и интеллект. Чем больше я погружалась в их подробные описания полового разочарования, безотчетного страха, отчуждения, патологии питания, самоизувечивания, самоненависти. Тем больше я задумывалась о том, что если бы я родилась на 30 лет позже, я бы, наверное, тоже попыталась сменить пол. Соблазн убежать от женской доли был бы велик. я ведь страдала сильнейшим синдромом одержимости навязчивой педантичностью в подростковом возрасте. Если бы я тогда имела в инфосети теплое и сострадательное общение, которого у меня не было в семье, то, полагаю, меня можно было бы убедить стать тем сыном, которого мой отец предпочел бы растить вместо меня по его собственным словам. Читая работы по теории половой принадлежности, я вспоминаю, насколько бесполой я себя ощущала в душе в юности. Я вспоминаю самоописание Коллетт. она называла себя ментальным гермафродитом. Я вспоминаю слова Симоны де Бобуар. Для будущей женщины абсолютно естественно чувствовать возмущение по поводу ограничений, навязанных ей ее полом. Вопрос заключается не в том, почему ей нужно отвергать их, а скорее в том, почему она их принимает. Поскольку у меня не было реалистичной возможности стать мужчиной тогда, 1980-е годы, преодолеть мои проблемы с душевным здоровьем, мне помогли книги и музыка. Они также помогали мне справиться с излишне пристальным вниманием и суждением мальчиков, ибо это именно то, что толкает многих девушек на войну со своим телом в подростковом возрасте. К счастью, я обнаружила, что мое ощущение непрекаянности и неоднозначное отношение к женственности далеко не ново, и что многие писательницы и певицы в своем творчестве уверяют публику в том, что, несмотря на все половые стереотипы нашего общества, навязанные нам, биофизическим женщинам, нет ничего зазорного в том, чтобы отвергать преувеличенную женственность розовых бантиков и оборочек. Эмоционально в душе не зазорно не быть покорной и скромной девочкой, не зазорно чувствовать смятение, ужас, апатию к собственной сексуальности и неуверенность в правильности выбора жизненного пути. Внесу ясность. Я не сомневаюсь, что перемена пола реально поможет некоторым людям, страдающим расстройством полового самоопределения. Однако, мне известно и то, что научные исследования выявили стабильную закономерность. От 60 до 90 процентов страдающих этим подростков с возрастом преодолевают кризис полового самоопределения. Но активисты снова и снова говорили мне, да ты просто пообщайся с транс людьми. Я пообщалась. молодежь в суть очаровательна, как на подбор. А еще я познакомилась с одной пожилой транссексуалкой, как она себя называет. Она старше меня и эст гармонична и замечательна в общении. А хотя она не скрывает, что в прошлом была голубым мужчиной, мне никогда не приходило в голову представлять ее иначе, чем женщиной. Она настолько естественна, что я более чем надеюсь, я уверена, что она абсолютно счастлива в своей новой роли и не жалеет о перемене пола. Но поскольку она старше и пришлась на другую эпоху, ей в свое время постановили пройти тщательную оценку ее пригодности к переходу и поэтапный процесс психотерапии и подготовки к преобразованию. Нынешние новоявленные трансактивисты призывают к упразднению почти всех проверенных временем программ отсева, через которые раньше необходимо было пройти кандидатом на перемену половой принадлежности. Теперь любой мужчина, даже если он не намеревается проходить через хирургическое и гормональное вмешательство, может обеспечить себе сертификат половой принадлежности и стать женщиной в глазах закона. Многие из нас даже и не осведомлены об этом. Мы сейчас живем в самый женоненавистнический период на моей памяти. Снова вспоминаются восьмидесятые. Тогда мне представлялось, что мои будущие дочери, если мне случится, будут жить в гораздо более благоприятном социальном климате, чем я. Но нет. Нынешняя эпоха пропитана яростным неприятием феминизма, а в инфосети процветает культ порнографии. В таких условиях, думается, мне, нынешним девушкам живется гораздо хуже, чем мне когда-то. Никогда доселе я не видела, чтобы женщин так порочили и лишали человеческого облика, как сейчас. То он задает не кто-нибудь, а руководитель свободного мира всеми теми сексуальными скандалами и комментариями типа «Схватите ее за промежность». А чего стоит сообщество вынужденных монахов, которые изливают ярость на женщин за то, что те им не дают? Ну и, конечно, куда без трансактивистов, которые заявляют, что тирфам надо дать в морду, чтобы получить их уму разуму. В общем, мужчины всех мастей сходятся на одном. Бабы нарываются на неприятности. Ныне и приятности